Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях сегодня Евгений Кудриц, журналист из Германии, Слав Мир Майман, заместитель директора Института по безопасности в Польше, в Варшаве, и Мартин Малек, независимый политолог из Австрии. Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер. Добрый вечер. Также хочу сказать, что... Добрый вечер. Также хочу сказать, что канал достиг отметки в 30 тысяч подписчиков. Большое спасибо, коллеги, двигаемся дальше. Уважаемые друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Следующая очень важная рубежная черта – это 35 тысяч подписчиков, поэтому, пожалуйста, комментируйте, лайкайте. Видите, я стараюсь при всей своей занятости держать такой тонус 3-4 интервью в день, поэтому, пожалуйста, помогите, лайкайте, комментируйте, поддерживайте. Это очень-очень важно, дорогие друзья. Будут много новых интересных гостей, поэтому, пожалуйста, поддержите меня подпиской и комментарии. Ну что ж, а мы, собственно, с коллегами начинаем наш сегодняшний разговор. Итак, поскольку вопросов реально много, тогда давайте попробуем... Вот я, во-первых, меньше буду говорить, чтобы дать возможность вам говорить, а во-вторых, давайте попробуем все-таки как-то емко-сжато, что мы охватили за час, за час, там, 15, там, все вопросы. Господин Майман, вот вкратце, ваше впечатление от саммита форума в Давосе экономического? Ну, знаете, это достаточно важное мероприятие для, во-первых, президента Зеленского, который первый раз появился лично в Давосе после двух лет, когда он обращался к участникам саммита онлайн. И я думаю, что вот выступление Зеленского принесло ему этот международный успех, которому он очень сейчас нуждается. Конечно, он не был принят так, как его принимали года два назад везде в мире, но все-таки можно было почувствовать, что у президента Украины есть поддержка той части мировой общественности, которая появляется в Давосе. Это, во-первых, очень... Простите, господин Майман, я сразу... Давайте просто вдогонку сразу задам вопрос. Знаете, на выборах обычно социологи предупреждают кандидатов, что есть понятие известности, которое меряется из понятия популярность. Это две категории. Третья категория, собственно, выборность. Готовы ли за тебя голосовать на выборах. То же самое в международной политике. Вы когда говорите про авторитет, про реакцию в зале на президента Зеленского и про поддержку, вы говорите о реальной поддержке Украины, что она каким-то чудесным образом изменится в лучшую сторону. Либо вы говорите про аплодисменты, которые безусловно последовали на очень яркие цитаты и фразы президента Зеленского. То есть про что мы говорим? Потому что поддержка, но она явно не измеряется длительностью оваций. Извините. Да, вы очень правильно заметили. То есть я смотрю на то, что произошло в Давосе с двух точек зрения. Во-первых, вот именно эта моральная поддержка для Зеленского и вообще то, что у него наконец-то после долгих месяцев отсутствия успеха появился успех. Это, я думаю, достаточно важно психологически для гидространы, которая находится в таком положении, как Украина, и лично для Зеленского, который, я думаю, не секрет, немного тщеславен. То есть то, что у него был успех, это, я думаю, это важно, хотя это не приносит, не знаю, ракет и беспилотников. Во-вторых, отзыв. Это уже более конкретно, чем это самое чувство, что наконец доценили. Кстати, очень хорошее выступление, можно с удовольствием цитировать, если бы было время, очень много крылатых раз. Во-вторых, если думаться, то с чем он уехал, это еще один положительный сигнал после этого английского истерического пакта, о котором мы говорили неделю назад, то есть исторический пакт, к тому еще привожен от 2,5 миллиарда хороших английских фунтов и хотя бы 200 новых... Господин Майор. Господин Майор. Можно я закончу? Да, да. Потому что это был первый сигнал, в который вы не очень-то верили, что последуют следующие сигналы, что британцы, британцы, это все-таки только начало. Мы услышали от, думаю, ближайшей соратницы Зеленского, Украины на Западе, господи Цондер Лейен, что Украина может победить, но может победить только тогда, когда Запад будет увеличить поставки вооружения. И тут же, я думаю, что вы мечтаете об этих конкретах, а не о крылатых фразах, о которых я заговорил, и тут же появилась Франция, от которой вообще не ожидали, что будет в состоянии так резко выступить против Российской Федерации. Конечно, она всегда поддерживала Украину, всегда осуждала агрессию, но все-таки то, что французы стали во главе западных стран со своим обещанием перестроить экономику на военный лад, это еще одна мечта Украины, чтобы западные страны как-нибудь перестраивали экономику на военный лад. И Макрон это обещал, да. К тому обещал договор наподобие британска, 10-летний с частичными гарантиями безопасности для Украины. И что, я думаю, очень важно для текущих событий, провозгласил такой артиллерийский союз, артиллерийский альянс для Украины из трех стран, который должен поставить украинской армии порядка 78 гаубиц. То есть, после очень плохого визита и очень плохого результата визита в Соединенных Штатах у Украины появился определенный успех на Западе. Великобритания, Франция. И вот эта моральная обстановка в результате выступлений Зеленского в Давосе. Смотрите, господин Майман, я знаю, как функционируют медиа. И, в общем-то, невооруженному зрителю, то есть, невооруженному инструментами, скажем, такой насмотренностью, кажется, что он живет в таком потоке новостей и каждый раз он получает какую-то позитивную новость. И, в общем-то, в целом это подбадривает человек. Но вот если системно посмотреть на всю эту историю, то очевидно, что мы не знаем многих переменах. Во-первых, когда мы говорим 78 гаубиц, это примерно как я вас прошу, сколько рожениц сейчас в роддоме в Варшаве, например. Но вы сходу можете мне, например, рассказать 100 рожениц, летом 200 рожениц. Но мне стоит самому поверить на слово, я же не поеду пересчитывать роженицы в Варшаве, в роддоме. То есть для меня цифры 78 гаубиц, 50 гаубиц. Мы на протяжении двух лет постоянно слышим, вот поставили столько-то Химарса, вот столько-то, а вот столько-то, а вот столько-то, а вот столько-то. То есть я понимаю так, что если есть бизнес-план, либо военный план, он, безусловно, должен предусматривать некий набор ресурсов, которые гарантируют эту победу. Так вот я до сих пор не понимаю, согласился ли Запад поставить столько ресурсов в Украине, чтобы Украине хватило для победы. Не просто по мнению Запада, а с точки зрения четко выверенной какой-то системы распределения этих ресурсов и сколько необходимо ресурсов, чтобы победить такую страну, как Россия. Далее, цитата Кулеба. Мы предлагаем вам лучшую сделку в мире. Вы не жертвуете своими солдатами, даете нам оружие и деньги, а мы закончим работу. Ну, я вам скажу честно, по-разному восприняли эту цитату в Украине, потому что возникает вопрос, если Украина борется с российскими оккупантами за свою территорию, это один сценарий, а если мы боремся в рамках некого противостояния глобального юга и НАТО, либо России и НАТО, и при этом мы только жертвуем своими солдатами, но при этом надают деньги и оружие, но кажется, этого недостаточно, потому что на это кладут, ну, на эту алтарь этой борьбы своих детей, конкретные родители, понимаете, и конкретные люди становятся там инвалидами и прочее, прочее, то есть нужно к этому серьезно подходить. Далее, заместитель министра обороны Украины сегодня заявил примерно следующее, что переговоры с Россией начнутся, когда Россия сдаст свое ядерное оружие. То есть, ну, мы понимаем, что Россия сдаст отдельное оружие в одном случае, если завтра вооруженные силы Украины оккупируют Кремль, а Путин вместе с, там, ну, не знаю кто, ну, не буду скабрезничать по удалению Кабаева, но с Дмитрием Набидридевым, да, они будут где-то в бункере. Ну, вы же понимаете, что это все абсолютно нереальные вещи, но если это произносится, это произносится военными, значит, это, ну, это вопросы вызывают очень многие, да, то есть, опять же, мой вопрос короткий к вам, господин Майман. Вот мы сейчас говорим о каких-то реалистичных вещах, либо мы говорим, ну, а вы просто затуркали голову зрителям. Вы сразу скажите. Мы говорим о реалистичных вещах, что касается военных поставок до Украины, что касается серьезного увеличения военных поставок для украинской армии для борьбы с россиянами. Это серьезно, это серьезно, и получается, что и надолго. Таких поставок вооружения Украина еще до сих пор не получала. Это раз. Что касается вот этого горизона, что такое победа Украины, если какой-то генерал говорит, что вот победа Украины, это тогда, когда запретим, отнимем от Российской Федерации ядерное оружие, это его право, потому что он генерал. Но мы же с вами люди серьезные, и, как вы правильно заметили, мы не верим, что такое получится. Нужна бы какая-то мировая война, в итоге которой исчезнет Россия. Когда не только Кулеба, это тоже Зеленская говорит в России, что вот готовы страны Запада направить своих мужчин и женщин для борьбы, для борьбы, для обороны другой совершенно страны, и, конечно, ответ не ожидал ответа. Это тоже серьезно. Поэтому что-то обозначает, что единственный род помощи, техническая помощь и финансовая помощь для Украины. И за нее надо реально бороться. Но мечты вроде таких, что вот в мае, в результате контрнаступления будем выпивать чашечку кови в Крыму, ну это надо оставить специалистам по пропагандисту. Хотя я сомневаюсь, вот такие заявления, вот как насчет отнятия ядерного оружия, или что вот будем мыть наши скакунов в Яузе, это разоружает, это разоружает определенные мнения Украины. И в это определенными опасностями. Еще одно предложение. Вчера разговаривал с нашей польской журналисткой, которая уже два года передовое, она не работает журналистом, она работает для какой-то благодензийной организации, она каждый день общается с украинскими офицерами и солдатами. И они и говорят все чаще и чаще, как она мне рассказывала, что если бы они не то, что боятся открыть фронт, они бы с удовольствием направились в Киев и навели свой порядок. Смотрите, до этого мы дойдем. Значит, я имею в виду до обсуждения твоего, мы дойдем. Господин Малик, вот я возвращаюсь вот все той же теме, да, то есть, ну, как бы, меня не проведешь, да, то есть я, и не только меня, но, как бы, есть люди, они наблюдательные, то есть они задают вопросы, задают вопросы, ну, как минимум западу, задают вопросы. Соответственно, вообще, что сейчас происходит? Вот давайте просто определимся в терминах. Итак, если идет глобальная война между НАТО и Россией, значит, простите, но нам от НАТО нужно не только оружие, не только деньги, но нам нужны еще и солдаты, потому что очень странно воевать, ну, за, скажем, интересы, ну, например, это примерно как была бы там, я не знаю, высадка в Нормандии, но без французского экспедиционного корпуса, да, ну, и так далее, и так далее, но вы понимаете, то есть здесь, как бы, если это действительно коллективная война, значит, должен участвовать коллектив, а не один человек должен участвовать, да, а коллектив, а коллектив, а только финансово-технически. Если идет речь о освобождении украинских территорий от российских оккупантов, как войне между Россией и Украиной, то это другая история, да, то есть, ну, тогда мы понимаем, что, да, мы боремся с российскими оккупантами, но это не война Запада, да, то есть тогда нужно, соответственно, определиться, собственно, откуда взялась эта война, почему она идет, и как ее закончить, ну, военно-дипломатическими методами, да, то есть и вообще, что необходимо Украине, чтобы победить в этой войне, учитывая то, что Запад не будет вбрасывать людские ресурсы, вот в топку этой войны, войне. Соответственно, господин Малик, вот что сейчас мы видим, да, потому что, на мой взгляд, мы не видим какого-то comprehensive plan, да, то есть какого-то вот реально всеобиемлющего плана, который был бы убедителен в своих, я понимаю, что все раскрыть нельзя, но тем не менее, да, убедительный план, вот как бы ради чего, условно говоря, идет эта война, но если мы говорим про Украину, да, до оккупации всех территорий Украины, согласен, а если мы говорим про противостояние Запада и России, что стремится Запад достичь в этой войне, это же тоже интересно, что стремится достичь Запада в этой войне, что Россия стремится достичь в этой войне, если мы говорим по противостоянию России и Запада, но по линии России, вот пока мы, пока столько переменных, ну, прямо скажем, непонятно, что происходит, да, вот если взять, как бы отойти от военных действий, а посмотреть на картину в целом. Но пока непринятно, что происходит. Гибнут украинские солдаты. Соответственно, что происходит, на ваш взгляд? Какую войну мы имеем? Российско-украинскую, российскую агрессию против Украины, либо войну коллективного Запада и России. Что это вообще за война? Это очень много вопросов. А тут можно тоже пользуясь места в университете. Или потратить на разные ответы. Причем я боюсь, что эти ответы могут каждый день меняться. Что касается теоретической возможности, ну, уже прямой военной интервенции Запада, тем, что западные страны или страны НАТО, другие вряд ли даже теоретически не могут в этом приниматься участие, пошлют какой-то военный контингент в Украину, чтобы воевать против России. Без нецеления этого не будет. Или точнее, я не могу себе представить никаких, хоть до некоторой степени реалистических сценариев, при которых такое может быть. Потому что, почему это так? Ну, это можно, конечно, и об этом можно договорить, почему это так. По-моему, мы это уже делали. И, скорее всего, нет смысла это повторить. Это совсем коротко, некоторыми словами. Ну, это просто, это элементарно трусость. Это незнание значения того, что тут происходит в Украине. На Западе я имею в виду. Вы сами это, естественно, знаете. Меня просто и сердит, и смешит, и коробит, скажем так, одновременно. Когда я слышу у нас, почему это постоянно идет. Это в СМИ, это в так называемых аналитических материалах, это весьма читатели, которые публикуют газеты, о том, что это не наша война. Это, на самом деле, нас не касается. И мы, знаете, почему я об этом рассказываю? Потому что я не уверен, что вы в Украине это знаете. Но и откуда еще? Вот это, простите, господин Малик, вот сейчас я говорю именно об этом. Потому что я же читаю западную прессу. И, как вы догадываетесь, у меня очень много знакомых друзей в Европе, в Америке, в разных странах мира. И я вам могу с уверенностью сказать, что никто из них не рассматривает российскую агрессию против Украины как войну коллективного Запада против России. А в Украине есть некий нарратив о том, что Украина воюет не сам на сам с Россией, а Украина воюет в составе большой коалиции. Я понимаю, это очень важно психологически, это поддерживает людей, когда мы понимаем, что мы не одни. То есть мы чувствуем плечо, это очень важно. Плечо друг друга, плечо других стран. Но мы же в этом эфире не занимаемся пропагандой, не занимаемся, скажем, гиперболами. Мы говорим про существительное конкретное, про конкретные глаголы. То есть просто, чтобы мы понимали, что сейчас происходит. Соответственно, что есть реальное, что есть нереальное, что сейчас происходит. Что, на ваш взгляд, сейчас происходит, какой этап мы сейчас переживаем? Вы подняли вопрос какого-то западного плана. По-моему, вы так дословно сказали, да? Есть ли такой план, и если да, тогда в чем он заключается? Я здесь очень честно, и я, естественно, я слежу со всеми этими событиями после первого дня, да? То есть почти уже два года, еще дневно практически круглосуточно. Ну, профессия такая. И я не видел никогда никакого плана. Я даже о нем не слышал. Есть разные догадки. Есть, конечно, догадки о том, что где-то какой-то план есть, но он держит секретность и так далее. Есть тоже догадки о том, что это нельзя назвать планом, наверное. Есть такое негласное, естественно, западное намерение не допустить, не допустить, я повторяю, победы ни России, ни Украины. Это звучит, конечно, в ваших ушах очень странно, я это понимаю. В моих ушах, кстати, тоже. Но есть такие догадки, что... Но это странно. Это очень странно. Это странно. Но это вы понимаете, что если бы коалиция западных стран в каком-нибудь 44-45 году думала о том, как бы не допустить поражения гитлеровской Германии, они не были в восторге от СССР. Это было понятно, потому что СССР, если убрать риторику перья зла, собственно, тогда это и не использовалось риторикой перья зла. Но тогда было понятно, что СССР представляло угрозу и внешнюю, и прежде всего, как некий экспортер революции на Запад. СССР представляло угрозу. Понимаете, у нас вот есть... Еще раз скажу. Потому что это важно, видимо, чтобы вы это знали, чтобы вы это имели... Ну, вы, я имею в виду, вот зрители, вот теоретические тех в Украине, которые принимают решения, чтобы вы знали, на каком уровне на Западе страх перед Россией, называем вещи своей войнами, перед эскалацией, перед использованием ядерного оружия и так далее. Спасибо. Вот этот страх, этот страх дошел просто до полного, до полного иррационализма. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, вот если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии, это можно сделать через PayPal, через там револют. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле, это очень удобно сделать. Вот тот же самый револют позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Евгений, вы знаете, я не вижу ничего иррационального, потому что Германия на этой неделе объявила, что будет выдавать гражданство ускоренными темпами спустя 5 лет вместо 8. А, соответственно, в отдельных случаях 3 года потребуется гражданину, чтобы получить паспорт. Вот я не говорил недавно с одним человеком. Его родственник прибыл в Германию инженером, какое-то время поработал. В общем, короче говоря, он быстро продвинулся по карьерной лестнице, ему пообещали через 2 года уже дать паспорт. Это то, о чем я говорил с господином Маликом в самом начале российской агрессии против Украины, что будет то, что когда-то произошло с чеченцами, переехавшими в Австрию. Когда я знаю конкретно чеченцев, которым просто дали быстро паспорта, чтобы их интегрировать в австрийское общество, и не только чеченцев. Соответственно, то же самое будет в Польше, то же самое будет везде. Украинцам и россиянам, которые находятся в Европе, готовятся дать паспорта, потому что необходимо, скажем, включить их в полностью интегрировать в соответствующую юрисдикцию. Тоже будет в Польше, дома господин Майлик, то есть господин Маймонт со мной согласится, это понятно, но каждая мысль это рациональна. Да, соответственно, Евгений, ну, тогда логика понятна, больше трэша. И пусть, как говорится, эта история будет продолжаться дольше, и чем дольше она продолжается, тем больше людей так или иначе будет утекать в Европу. И, соответственно, это дает бурный рост европейской экономики, как ни крути, вот с разных стран подойди, это бурный рост европейской экономики, это приток новых людей, это новый драйв, это новые смыслы. То есть, в принципе, это та точка опоры, с помощью которой Европа, она может как бы как омолодиться, да, вот просто вот, вот просто омолодиться. Ну, вы понимаете, в каком смысле омолодиться, то есть придать стимул некому своему развитию, да, но тогда тут ничего иррационального нет, тогда тут все это рациональное, и тогда, ну, не приходится говорить никакой коллективной войне Запада против России, как вы считаете? Ну, давайте, я все-таки скажу по первому вопросу. Да. Вы прекрасно все помните, как летом или осенью, точно не помню, Путин выдвинул ультиматум, но он выдвинул ультиматум не Украине, а он выдвинул ультиматум Западу, это первое. Второе. Многие западные политики, Шольц и другие, много раз говорили, что вот эта война, никогда в ней не будут участвовать солдаты НАТО, это было сказано. И вот единственное, чем я не согласен с господином Маликом, в том, что при каких обстоятельствах все-таки солдаты НАТО примут участие. Вы, наверное, знаете, да, что на прошлой неделе Бильд опубликовал сценарий возможной войны в дальнейшем. И там рассматривалась ситуация, если вдруг Путин захочет напасть на одну страну. Это сценарий военных учений, назовем это так, сценарий военных учений. Нет, 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 военные учения будут проходить в феврале, и как раз там будет прорабатываться сценарий нападения России. А вот что касается этого сценария, то там как раз расписан чуть ли не помесячно, если, опять же, если будет контр-насовпление со стороны России, и Путин, так сказать, пойдет дальше. То есть в этом случае Запад просто обязан вступить по пятой статье. И, то есть тут не должно быть у вас, я имею в виду, у Украины каких-то иллюзий по поводу того, что вдруг что-то изменится, и Запад будет участвовать в войне своими, так сказать, людскими ресурсами. Теперь по поводу гражданства и прочих дел. Тут есть один очень существенный момент, что гражданство действительно в Германии можно получить через пять лет, а при каких-то благоприятных обстоятельствах через три года, но только в случае, если человек не зависит от государства, то есть он не получает помощь социальную и так далее, то есть он сам себя обеспечивает. Что касается вот этой так называемой экономической эмиграции, вот эти блокад, это появилось давным-давно, то есть это не то, что связано сейчас вот с конкретной ситуацией военной, то есть специалисты высокого уровня Германии нужны уже, по-моему, десять лет эта программа действует, то есть человек находит работу, при этом он не должен знать хорошо даже немецкий язык, потому что это прежде всего программисты, айтишники и так далее. То есть это я бы Ну и не совсем, не совсем. Вы говорите про видное жительство, я говорю про паспорт. Я не говорю про видное жительство, я говорю про паспорт. Ну, понятно, что это немножко разная вещь, но чтобы получить гражданство, вот вы говорите, украинцы, многие останутся здесь. Сейчас очень трудно устроиться на какую-то такую постоянную работу и во всяком случае, даже если мы гипотетически предположим, что затянется война еще на три года, то есть вот теоретически они пять лет будут, еще не факт, что все получат гражданство, потому что найти стабильную работу постоянно, это не так просто. А почему все? А почему все? Вы не поняли, Евгений. Почему все? Просто если есть человек, например, если есть люди, на их будет три четверти, которые найдут, либо будут что-то инвестировать в Германию, открывать бизнес, либо пойдут заниматься черновой работой, либо даже устроятся, вот у меня есть знакомая, которая устроилась сходу, работать в Deutsche Bank, в Deutsche Bank, это крупный германский банк, немецкий, Deutsche Bank, она работает, и там она не планирует возвращаться, кто-то мне недавно даже рассказывал, не планирует возвращаться, потому что ее сходу взяли, она даже уже должность какую-то там занимает. Но это единичный случай, я вам вот так скажу, у меня просто есть знакомая, которая тоже приехала из Украины, у нее высшее образование, она маркетинг называлась, маркетолог, вот, и сейчас она закончила языковые курсы, а сейчас ей не дают высшие, то есть, она хочет пойти на совершенствование курсов, говорят, нет, а найти работу ей тоже очень сложно, то есть, это не то, что все нашли работу и тут сейчас работают. Смотрите, там надо смотреть, что по поводу курсов, я не знаю, я жил в Австрии, я могу сказать, что даже в то время были платные курсы университетские, куда я ходил немецкого языка, были бесплатные для всех желающих, которые приезжали в Австрию, лишь бы учить немецкий язык. Я думаю, господин Малик знает, это в Австрии давно спонсируется эта история, даже без украинских беренцев. Вопрос в другом, вопрос в том, что если люди не устроятся, тогда Германия будет платить за их возвращение, как уже предложила Швейцария, по-моему, скандинавские страны, платить, то есть, тем людям, которые просто не устроились, они вернутся обратно в Украину, но те люди, которые устроятся, это наиболее предприимчивые, наиболее активные, наиболее пассионарные, наиболее адаптивные, так, они останутся, то есть, грубо говоря, произойдет, ну, такая, простите, позитивная селекция, позитивная для Запада, и все, я же не говорю, что всех оставят, да, ну, конечно, это никому не выгодно оставят, те, которые могут, во-первых, прежде всего, молодые, экономически активные, грамотные, толковые, которые дадут плюс демографии, дадут плюс КВП Германии, Польши, Австрии, и все. Господин Майман, у меня, смотрите, у меня будет к вам вот такой вопрос, тут на польской границе недавно остановили такого бизнесмена Игоря Мазепа, вы, наверное, слышали про этот скандал, вот есть такой бизнесмен в Украине, очень крупный инвестор, о нем написала Bloomberg даже, он выкупил какую-то землю, землю на вторичном рынке в Киевской области, значит, ему предъявили претензии по поводу этого, претензии объемом в 7 миллионов грин, а запросили залог в 700 миллионов, потом снизили до 500, многие усмотрели в этом определенную несоразмерность, ну, то, что украинский бизнес, он, значит, выступил, скажем так, против подобных случаев давления на бизнес, ну, выступил как бы квола неопределенно, ну, то есть, знаете, как бы очень аккуратно выступил, назовем это так, да, ну, вот тут господин Мазепа, он уж уехал в СИЗО, и, ну, такие действительно есть серьезные как бы вот случаи последнее время, которые заметны с украинским бизнесом, да, в Украине, так, таким же методом и, ну, как бы и бизнес-то пересечет и в другие страны из Украины, да, то есть, ну, если реально не говорить о том, что проблема существует, а писать, вы знаете, вот у нас есть такие энтузиасты, называют себя футурологами, которые говорят о том, что вот Украина это страна возможностей, я согласен с тем, что Украина страна возможностей, и при тем, как реализовать концепцию странной возможности, необходимо разобраться с внешнеполитическими, внутреполитическими вызовами, да, так вот, видите ли вы в этом угрозу перетока просто бизнеса, но людей с деньгами, да, вот в Польше, в Австрию, в Германию, из Украины? Нет, совершенно нет, я про этот конкретный случай, конечно, не слышал, вообще в Польше осталось свыше одного миллиона украинских беженцев, но это не украинские миллионеры, или там олигарх, или крупные инвесторы, 60% этих людей живет на социальной пособии, то есть не смогу устроиться на работу, потому я немного-то сомневаюсь, что вот беженцы – это приток какой-то свежей оздоровляющей силы для стран Запада, в том числе Польши. 40% работает, многие из них основывают свои, правда, небольшие, но все-таки предприятия какие-то, в основном в сфере услуг, очень много людей встречаешь в польских городах, чуть ли не везде, в любом магазине, в любом ресторане, везде работают молодые украинцы. И я не думаю, чтобы они оставались в Польше, чтобы всю жизнь работали в ресторанах и в магазинах. Примерно как 20-25 лет назад с поляками в Англии, которые приезжали и в любом ресторане были польские официантки, но сейчас эти люди занимаются и их дети, совершенно чем-то другим. Я думаю, что такой натуральный процесс произойдет с украинцами, но я не ожидаю какого-то наступления украинского бизнеса в Польше или украинских инвестиций. Характер польской экономики, я думаю, он все-таки отличается от характера экономики, к которому привыкли украинские миллионеры. Ну, вот, знаете, вот смотрите, 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 смотрите. Это довольно строгая, резкая, что-то контроля и всего. Тоже, как резкая экономика. Господин Майман, я не хочу упоминать, там, условно говоря, Рошен и, например, по-моему, Лакали, они называются, украинская компания. Вы знаете, вот это Рыберни, Пьяная вишня. Ну, Пьяная вишня, она есть в Варшаве, есть в Кракове. Вы, наверное, знаете, это такая, ну, кафешки такие, Пьяная вишня, это украинские кафешки, они везде расположены, вот по Польше, она везде. Новая почта, например. Новая почта, она уже просто работает в Европе. Вы знаете, что есть в Бухаресте, в центре Бухареста, в Литве, в Вильнюсе, в Варшаве. И Новая почта, классная компания, которая сейчас реально существует, ориентируется уже не только на украинских потребителей, но вы должны знать этот бренд. Есть бренд, например, сейчас вы его не знаете, потому что вы криптовалютой не увлекаетесь, но есть бренд Трасти, это украинские ребята с литовской компанией, которая запартнерилась с польской компанией, и они осуществляют очень классные там криптооперации и даже вот криптокарту, да, вот дают возможность человеку сгенерировать криптокарту, если он, конечно, не из России, а из других стран, да, ну, страны Европы. Поэтому вот вам примеры. Это я только назвал то, что как бы лежит там на поверхности и так далее, да. Причем не забывайте примеры революты, например, один из создателей которых россиянин, а другой украинец и револют на сегодняшний день. Ну, на мой взгляд, самый технологический, самый удобный банк Европы. Ну, честно, это правда, да. То есть возможностей для партнерства и экспансии в Европу достаточно много у украинского бизнеса и постсоветского в частности, так. просто как бы вопрос-то даже в другом. Не сможет ли, сможет ли, не сможет украинский бизнес. Вопрос в как бы в атмосфере, да, вот, которая в стране складывается с учетом российской агрессии. Не кажется ли вам, что чем дольше будет длиться эта война, тем активнее будут мигрировать люди и активнее будет мигрировать бизнес? Приживется, не приживется, это другой вопрос. Знаете, как раз Польша является уже на протяжении более 10 лет одним из главных направлений зарубежных инвестиций в Европе. И зависимо, это зависит от года или на третьем месте, или на четвертом, или на втором после Великобритании, что касается зарубежных инвестиций в Польшу. Конечно, лидеры – это Соединенные Штаты, потом корейцы, потом немцы. и так далее, и потом японцы. Но, конечно, есть и приток и капиталовложений из стран поменьше по экономическому потенциалу. Но что важно, чтобы для благосостояния этих зарубежных инвесторов была создана довольно неплохая атмосфера и система обращения зарубежных инвесторов. И этой системой могут в таком же порядке, как американцы и японцы воспользоваться украинские инвесторы. конечно, не ведется сейчас какая-то направленная работа польской стороной по причине украинского капитала. Но и без этого видно, что возникают довольно небольшие, но все-таки здесь, в Польше, не живут господин Порошенко, который просто экспортирует, не производится здесь ничего. Здесь действующие компании по вычислительной технике, по искусственной интеллигенции, где работают хорошо образованные, замечательно образованные украинские специалисты. Это уже есть. И что касается инвестиционного климата, он здесь существует. Но все-таки я не ожидаю, чтобы этот украинский капитал, если война будет продолжаться, да будет она продолжаться, будет бежать в Польшу, я думаю, что надо посмотреть на наших соседей из Германии. Если вот этот миллион беженцев, который у нас остался, хочет куда-то ехать из Польши, это не на Украину, но в Германию. В основном они... Еще если можно я бы хотел вернуться на минуточку к предыдущему вопросу, потому что вот конечно нет никакой войны НАТО с Россией. НАТО не воюет с Россией. И я думаю, что воевать с Россией не будет. Это раз. И я думаю, что надо к этой мысли привыкнуть. Я бы не сказал господин Маги, что это из-за трусости. Это дело не в трусости, потому что это что-то вроде трезвого разума. Просто Европа Российской Федерации не боится. Это мы беспокоимся. поляки, литовцы, эстонцы, думаю, что румыны. Вот большие страны Запада не боятся Российской Федерации, потому что Российская Федерация для них не держава. И в том есть вопрос. И большинство европейских стран Альянса не чувствует никакого принуждения к каким-то примитивным деяниям против Российской Федерации. Ей просто не боятся. Смотрите, господин Майман, я это понимаю, я это прекрасно понимаю. И я же говорю, я это просто понимаю, потому что читаю западную прессу, читаю западные доклады аналитические и непредвзятые, имею в виду не оголтелы пропагандистские, в духе нашего общего друга с господином Маликом, одного известного историйского активиста, который постоянно, скажем, говорит просто, я не знаю, зачем он это делает, но говорит языком пропаганды. Господин Малик понимает, как он говорит, не буду называть. Но дело даже не в этом, просто как бы в Украине, я говорю о том, что вот в Украине, в Украине люди считают, что это священная война, да, то есть это священная война России против коллективного Запада, и священная война коллективного Запада против России. И Украина здесь центральное звено, понимаете, то есть вот Украина охраняет покой Запада, вот это последний рубеж, да, на пути российских орков, значит, ну я как бы использую терминологию пропагандистскую специально, да, вот, на пути в Европу, то есть, понимаете, меня вот это смущает, господин Майман, потому что вот есть такое, знаете, выражение self-fulfilling prophecy, да, то есть когда-то вот что-то представляешь, оно как-то реализуется, то есть, грубо говоря, не имея реальной картинки этой войны, не понимая, какие краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, ну, например, какими мы видим отношения с Россией в будущем, да, какую конфигурацию мы видим в взаимоотношениях со своими соседями, то есть, какое место Украины в НАТО и Европейском Союзе, соответственно, какие варианты развития войны мы предполагаем, кроме там, выхода к границам 91-го года, да, и так далее, и так далее, мы вот этого не слышим, то есть, нету какой-то, ну, скажем, трезвости, объективности и сценарности разговора, да, то есть, вот это вот меня смущает, понимаете? По какой стороне этого нету? По стороне Украины. По стороне Украины? Да. Знаете, вы применили понятие последний рубеж, я как раз из страны, которая несколько раз представляла себе, что она является последним рубежом, там, христианство, Запада, всего прочего. И каждый раз, когда мы решали, что мы последний рубеж, это все кончалось весьма печально для польского государства и польского народа. Потому что никто, кроме нас, не считал нас рубежом, не считали, тогда вот реально ни в чем нам тогда не помогает. Тогда я очень опасаюсь от такого термина. Вот Украина последний рубеж западной цивилизации. Это во-первых. Во-вторых, конечно, Запад хочет победы Украины. Но надо различить, это должны сделать украинцы, а не Макрон с Шольцем. Что такое горизонт победы, что такое горизонт иллюзии. Я не понимаю, простите, я не понимаю, вот вы говорите, Запад хочет победы Украины. Вы понимаете, это тоже абстрактная формулировка. Если бы Запад хочет победы Украины, значит, соответственно, Запад принимает ряд усилий. Если мы видим, что усилия Запада, они весьма ограничены как в человеческом, так и в материальном измерении, вне зависимости от территории. Господин Маймон, ну 80 гаубиц, вот я не военный, но военные говорят о том, что 80 гаубиц, это не так-то и много, если взять всю линию фронта. Но я не хочу, чтобы мы вдавались вот в эти подробности, но еще раз, вот как бы я не хочу опираться в цифры, потому что цифры звучат для простого человека, вот каждая новая гаубица, это просто как, ну как будто бы она заехала в дом, да, эта гаубица, да, как родная, вот новая гаубица, она как родная. Вы знаете, вот, ну как, я понимаю людей, потому что люди связывают с каждой гаубицей надежды, но мы же говорим о трезвых вещах, вот повторюсь, я не понимаю, как Запад видит победу Украины, потому что если бы Запад хотел победы Украины, да, а не просто Украина определяет горизонт, Украина определяет горизонт победы, исходя из тех возможностей, которые у нее есть, но если бы Запад хотел победы Украины, это означает, что нужно вкладываться ресурсно, человечески, и так, и так, и так, то есть по-разному нужно вкладываться, чтобы Украина победила, учитывая разность потенциалов Украины и России. Поэтому вот эти абстрактные истории по поводу победы, скажем, Украины в этой войне, о которой мечтает Запад, но, извините, я их не принимаю. Но для меня это абстракция. Если вы разрешите мне договорить... Да, да, да. И перейдем к господину Малику. Да, 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 пожалуйста. То есть надежды Запада, что означает слово победа, эвалюировали в течение последнего года. Потому что еще половина, где-то полгода после начала конфликта военным специалистам, государственным деятелям казалось, что Украина в состоянии победить на поле боя. То есть освободить большинство своих территорий. Может быть, кроме Крыма. Такая была глубокая уверенность всех наших генералов, с которыми мы работаем. Большинство западных политиков, что это возможно. Вот сейчас, когда уже почти два года начало агрессии, еще после этого контрнаступления, о котором мы уже сто раз говорили, такого убеждения, что в этом будет состоять победа Украины, такого убеждения, конечно, нет. Это раз. Это во-вторых. Да, Запад делает, что возможно, может быть, с исключением последних месяцев Соединенных Штатов, то поддержать Украину. Но это определенная иллюзия. Ожидать, что Запад пошлет сюда своих солдат, что человеческая сила появится, НАТО, в Украине. Не появится. Ну, не появится она. А я еще раз поддержу мое мнение, что вот, не знаю, там 80, 50 гаубиц, или 500 беспилотников, это много или мало. Но это как раз столько, сколько в состоянии произвести промышленности Великобритании или Франции. И для того, чтобы они вообще появились, эти гаубицы и беспилотники или там что-то еще, для того открывают совершенно новые производственные линии на Западе. Потому что экономика стран Запада, кроме Соединенных Штатов, и кроме Кореи, Южной Кореи, не подготовлено, не перестроено на военное производство. То есть поставляем все, что можем. Возьмите пример Польши. В течение первого года было выслано более 50% всей военной техники, которая вообще в Польше находилась. Ну, послушайте, опять же... Это как раз касается всех других стран. Смотрите, вот господин Майман, господин Майман, ну, простите, но существует ложь, чертова ложь статистика. 50% я верю, что 50% от, скажем, запасов в Польше я верю, но Польша это не Соединенные Штаты Америки. Когда мы слышим 50% от запасов в Польше, может показаться, боже мой, боже мой, так с этой техникой можно Сибирь оккупировать, понимаете, ну, завоевать, я не знаю. Но когда мы как бы смотрим, а соотнесем военный потенциал Польши, например, и там Россия, мы понимаем, что это капля в море. То есть это же не то, что Америка нам передала половину своего военного потенциала, но при всем уважении к Польше. То есть я бы не напирал здесь, например, Польши, потому что в войне с таким крупным государством, как Россия, которая длится несколько лет, но, простите, но 50% военного потенциала Польши как-то маловато. не представляете в Польше как раз военный потенциал Польши неплохой. И тут, я думаю, шутить нечего. Но я сказал про Польшу, но то же самое произошло с Францией, с немцами в последний год в Ликобритании. Все передают то, что у них есть в Украину. До проблем с Конгрессом то же самое делали американцы в самом крупном масштабе. То есть я думаю, что это дело понимания в Украине. Какой наш настоящий, то что я говорил, горизонт надежды на победу. Настоящий. С той поддержкой, которую можно ожидать от Запада. То есть финансовой поддержкой, поддержкой с военной техникой. Но натовские дивизии не пойдут на Донбасс. И это надо учесть. И это надо учесть. Где-то в болотах не сбывшаяся надежда. Господин Майман, я же, понимаете, просто есть разница. Например, если у вас подойдет к вам незнакомый человек и скажет, господин Майман, одолжите сотню, например, и вы ему ответите, ну, вот как бы я бы с удовольствием одолжил 100 евро, собственно, но вот сейчас как раз я потратил 100 евро на замечательный сервиз. Вот, может быть, в следующем месяце. Ну, и пройдете мимо. А если, например, вашему ребенку нужно будет учиться в Гарварде, ну, к примеру, говорю, неважно, близкому человеку, и вы будете считать, что вот от этого обучения будет зависеть вся жизнь вашего ребенка, ну, к примеру, я говорю, да, вы, я не знаю, вы, ну, там, сделайте вот что-то невозможное, например, там, если у вас есть знакомая квартира была в родственнике, вы продадите, например, если у вас есть там еще что-то, может быть, вы продадите и вложитесь в обучение, то есть вы выйдете из зоны комфорта, понимаете, вот в чем разница. Так вот, Запад, Запад не вышел из зоны комфорта, когда началась российская агрессия в Украине, и это факт. Ну, послушайте, я был в Польше, я был в Румынии, я все прекрасно вижу. Ну, знают, что идет война между Россией и Украиной, но чтобы кто-то, поляк, либо румын, подумал бы, что эта война завтра коснется его, ничего подобного, об этом даже не говорят. Ну, господин Майман, ну, вы же это все знаете и без меня. Вот. Основной принцип внешней политики уже второго полякного правительства это строение системы безопасности в случае российской агрессии. Послушайте, так не говорят. Вот я знаю, послушайте, я знаю, как у политиков самая любимая история это заниматься внешней политикой, потому что на нее можно, скажем так, списать, ну, то есть на внешнюю политику очень много промахов, которые дома, вообще внешней политикой всегда приятнее заниматься, чем внутренней. поэтому, как говорится, нужно, ну, для этого нужно повышать ставки, актуализировать этот вопрос в глазах общественного мнения. Ну, господин Майман, ну, я знаю, как это работает, я же все-таки как-то с политиками работаю. Господин Малик, вот, ну, серьезно, вот смотрите, вот здесь, давайте просто, мы уже перешли к другой теме, и вы откомментируйте, если захотите. Тут Владимир Путин вышел и в эмоциях крикнул придурки, отказались от соглашений, значит, от апрельского соглашения, да еще это сделали под нажимом англичан. Кстати, я вообще не понимаю, почему вспомнили про Бориса Джонсона, да, ну, вот это тоже, вот в Украине, например, Борис Джонсон, о нем песни есть, вот нет песен про Дональда Туска, но есть песни про Бориса Джонсона, и это просто, ну, фантастика, мы тебя любим, мы тебя ждем, Борис Джонсон, там, ну, там, ну, в общем, Джинсенюк Борис, и так далее, и так далее, да, то есть, ну, это все замечательно, я тоже люблю Бориса Джонсона, ну, давайте за рамки выйдем и любим Бориса Джонсона, а ведь действительно, во-первых, чего сейчас, когда идет еще этот процесс, вдруг идут эти мемуары, и мы, как бы, слышим от участников, переговоров о роли третьей страны, которая как бы принимала решение, подталкивала Украину к какому-то решению, и второе, могли ли вообще эти стамбульские переговоры, ну, к чему-то прийти, да, потому что, ну, просто, мы понимаем, да, с вами, что за эти два года убито уйма количество человек, и мы понимаем, что если бы война остановилась в апреле, то, как бы, длительность периода, как бы, восстановления отношений с Россией, так или иначе, она была бы намного короче, чем сейчас, а сейчас, когда десятки тысяч погибших, ну, мы не знаем точную цифру, но мы говорим десятки тысяч погибших, да, но мы понимаем, что Россия и Украина будут врагами в ближайшие, там, 30-40 лет, это точно, да, будут очень холодные отношения, почему тогда стамбульский мир, он не стамбульские переговоры, они не увенчались успехом, ведь если так посмотреть, то после этого Россия, де-факто, аннексировала новые украинские территории, то есть включила их вставку институции, Россия оккупировала дополнительные территории, то есть, а в общем и целом, как бы, стамбульский вот этот вот компромисс, он, в общем-то, был достаточно такими неплохими соглашениями, почему они не реализовались, то есть, на что мы променяли стамбульские соглашения, история не знает ссылка о этом наклонении, но вместе с тем, на что мы их променяли. Ну, естественно, честно, я лично, никакой не возлагал никаких надежд на переговоры с Россией, вообще, ни на какие переговоры, ни при каких условиях. То есть, зачем они не нужны? Даже если будет достигнута какая-нибудь страва районность, Россия и так нарушает. Все нарушает, ну, просто абсолютно все. Все двухсторонние и многосторонние договоры, но с участием Украины, я имею в виду, в рамках СНГ, и не только, не в рамках других международных организаций, ОБСЕ, флотно-организаций, он, все, 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 что касается территориальной целостности Украины, или уважения, суверенитета страны, так далее, все это Россия просто не только нарушала, а разрушала, уничтожала, топтала в грязь, много-много раз, и о минских совершениях, я вообще молчу. Это все, это не имеет никакого смысла, вести договоры с Кремлем при Путине, не имеет никакого смысла, даже если не были бы, ну и что, ну будет, может быть, может быть, будет подписано, какая-нибудь с бумагой, на которой будет непонятно что, да, но это же и так понятно, что Россия не соблюдает ничего, абсолютно ничего. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал, финансово, материально, это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии, это можно сделать через PayPal, через там, революцию, если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там, криптопереводов, с помощью того же PayPal, в общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала, на самом деле, это очень удобно сделать, вот тот же самый революцию, позволяет с любой картой, абсолютно по ссылке, задонатить на развитие канала, пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать, я вам буду благодарен за поддержку, спасибо. Господин Малик, ну красиво, ну это красиво, говорите, господин Малик, это красиво говорить, я говорю о... Вы очень красиво говорите. Нет, о шестоких реалиях, вот, что, что написал, вот, заместитель, председателя Совета Безопасности России, алькоголик Медведев, на днях, на своем телекраме, я процитирую, почему Украина опасна для его жителей, вот это название, вот этого текста, вот это уже круто, да, продолжается так, существование Украины смертельно, смертельно, курсивом написано, пожалуйста, в оригинале, смертельно опасна для Украинцев, для Украинцев, ви не услышалися. Я имею в виду, в виду, имею в виду, отнют не только нижнее государство, пандеровский политический режим, я говорю о любое, священное любое Украине, почему, наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях, на исторических российских территориях, теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий, поздно, так, ну и так, проезжается, ну, я надеюсь, что вы и так все поняли, то есть существование Украины в любом подняться этим Кремлем. Господин Малик, господин Малик, я лично читаю, я лично по-другому читаю это все. Я читаю это следующим образом, во-первых, я бы все-таки не привлечивал коголизму Медведева, я бы рассматривал это как некую рефлексию тех разговоров, которые есть в Кремле, но я бы посмотрел на это более, скажем так, системно. Вот если взять все совокупные заявления, которые идут и от украинской, от российской стороны, ну, если мы абстрагируемся, ну, то есть как бы от симпатии, и просто посмотрим холодно-аналитически. То есть все эти разговоры, они говорят об одном, что война по-прежнему носит абсолютно, скажем, всеобъемлюще, абстрактный и неопределенный по времени характер. То есть цели сторон, они до конца не определены. Я это говорю, потому что если заместитель министра обороны Украины говорит о необходимости лишения России ядерного статуса, но Россию можно лишать ядерного статуса в следующие 50 лет. Понимаете? То есть... Я не понимаю, почему совместитель министра обороны Украины такое вообще говорит? Он же не может не знать, что это абсурд. Подождите, подождите, господин Малик, а почему Медведев говорит то, что он говорит? Медведев же тоже понимает, что это абсурд. То есть вы понимаете, я говорю о том, что мы... Видите, в том-то и разница. Вот в том-то и разница. Нет. Ведь Медведев не понимает этого. Но вы с ним общались, но я с ним не общался. Но вы понимаете... Нет, я с ним не общался. Но я знаю менталитет людей, которые такое пишут, и с большим количеством людей такой менталитет общался. Господин Малик, вот если говорить... Вот просто сухоаналитически анализируя то, что мы слышим с разных сторон, что мы какой-то знаменатель подвели. Знаменатель единственный. Стороны... Вот знаете, как после каждого цикла вспоминают о переговорах, дипломатии и так далее. Сейчас был месяц, когда, скажем, было какое-то давление в сторону дипломатии. Вот что мы видим? Все стороны не готовы к дипломатическому решению вопроса. Более того, военные цели стран они носят очень всеобъемлющие, если не сказать абстрактный характер. То есть, соответственно, мы понимаем, что стороны не будут садиться за стол переговоров, значит, война будет идти дальше. Потому что понятно, что если стороны хотят закончить войну, то путем дипломатии стороны находят точки соприкосновения. Если убрать всю пропаганду, всю заангажированность и так далее. Вот, Евгения, опять же, вот моя точка зрения. Как вы оцениваете ситуацию? Ведь действительно, со стороны кажется, что подобные заявления, они просто говорят о том, что стороны сознательно исключают какие-либо переговоры по разным причинам. Просто по разным причинам. Просто, может быть, время не наступило. Но по факту подобные абстрактные заявления это как бы просто попытка отсрочить переговоры как таковые. Я же привёл пример ядерного оружия и привёл пример слов Медведева. Они же, в принципе, эти заявления похожи. Просто по уровню своей нереалистичности. Нет, ну я, кстати, бы откинул алкоголизм Медведева и, так сказать, трезво посмотрел бы на его текст, потому что это программа. Он там, вот господин Малек до конца не достал. Он там тоже про 50 лет говорит. Он говорит 10, а может и 50 лет. Это, в принципе, никакого противоречия между тем, что говорил Путин, я не вижу. И вот вы говорите, что в сторону абстрактного совершенства понятия. Я вам, так сказать, поспорю с вами. У России конкретная совершенно задача полностью уничтожить Украину как государство. То есть, чтобы вся Украина вошла в состав России и, как вот говорит Медведев, вернулась, так сказать, на родину. Это со стороны России. Со стороны Украины отвоевать все территории и вернуться к границам 91-го года. Поэтому я не вижу тут никакой абстракции, тут совершенно конкретика. По поводу переговоров, естественно, они невозможны. И вот то, о чем вы говорили, стамбульский вот этот вариант. Россия же настаивала на своем. Она говорила, что мы, вот то, что мы завоевали, значит, остается так. Мы не собираемся жертвовать никакими территориями. и Путин, вот когда про придурков сказал, он говорит, ну, на наших же условиях мы хотели. Он это не отрицает. Так что никакие переговоры невозможны в принципе. И сейчас просто говорить о них, это, извините, просто демагогия. Хотя на Западе есть так называемая партия вот этих не ястребов, а голубей, которые говорят, вот, нужно искать все равно с Россией какие-то компромиссы и дипломатическим путем. Дипломатический путь не работает. Вот и все. Евгений, понимаете, я просто, ну, повторю свой пример. То есть, например, я хочу квартиру в Варшаве. Я же могу хотеть квартиру в Варшаве. Тем не Варшава не сильно нравится, мне больше нравится, вот, например, Гданск. Вот я в Гданске действительно не против был бы иметь квартиру. Да. Ну, есть фантастический сценарий, при котором господин Майман использует все свое политическое влияние и мне дают квартиру бесплатно в Гданске. Но я к этому скептически отношусь, мне кажется, что я даже сырай в Гданске не заслужу. Поэтому отбрасываем сразу эту историю. Значит, переходим к реалистичным сценариям. Значит, мне нужно взять ипотеку, например, и выплачивать следующие 20-30 лет, значит, вспоминая плохими словами господина Маймана, выплачивать ипотеку. Есть другой вариант, когда я зарабатываю столько денег в Украине, чтобы приехать сразу купить две квартиры в Гданске. Но вы понимаете, это все какие-то реалистичные планы с опорой на какие-то дедлайны, с опорой на что-то. Если мы говорим о... Вот я за то, чтобы Украина докупировала все свои территории, оккупирована на ксирных государственных агрессорах России. Но это пожелание мое, а нужно понимать, условно говоря, бьются ли цифры. Ну просто бьются ли цифры под эту конкретную задачу на данном этапе. И все. Это и все. Вот насколько это реалистично, понимаете? То есть могу ли я взять пятикомнатную квартиру в Гданске, либо могу взять однокомнатную квартиру в Гданске. Может быть, мне легче трейлер как бы купить и прямо поставить посредине, и пусть меня выселяют с площади там в Гданске. Ну то есть вы больны, о чем я говорю, да? Да, но есть задача максимум, есть задача минимум, поэтому мы можем сразу задрать планку повыше. Правильно. А нужно ставить задачи более реалистические. Правильно. Вот 78 гаубиц. Это на что вообще? Вот 78 гаубиц, вот это на что? Вот на что 78 гаубиц, мне просто интересно. Или там 150 гаубиц, на что это? Вот давайте смотреть не на абсолютные цифры, потому что так действительно если вряд ли поставить очень много гаубиц. А нам какие цели охватывают вот такое-то количество гаубиц? Ну я вам не скажу, потому что я не военный эксперт. Но по поводу, например, вот по-моему, Кулеба сказал, что надо в этом году закрыть небо. Вот такая есть задача конкретно поставить, чтобы Украина закрыла небо и решила вопросы с ПВО. То есть есть какие-то более узкие естественно задачи, не такие вот, как вы говорите, нереалистические. Но на сегодняшний день понятно, что если вам кто-то скажет, что в 20 в этом году Украина освободит все свои территории, его можно этого эксперта в сумасшедший дом отправить, потому что нереалистично. Но нужно, естественно, говорить о конкретике, вот что в этом году возможно, а что нет. И все-таки я считаю, что вот этот амбициозный, конечно, планы по поводу возвращения к 91 году, это задача максимум, и она, естественно, не будет реализована в течение этого года 100%. Смотрите, вот господин Майман, давайте вернемся к началу. Для чего Украина вступала, то есть решила вступать в Европейский Союз и НАТО? для того, чтобы усилить свою независимость и безопасность. Правильно? Насколько я помню, так формировались задачи. Значит, что мы по факту сейчас имеем? Российская агрессия, полномасштабная война, отток населения, слабость экономики в связи с российской агрессией и необходимость просить Западу помогать финансово Украине, чтобы Украина могла сбалансировать свои расходы. Правильно? То есть, по сути, неоднократно украинские чиновники говорили о том, что если вы нам не поможете, то пенсионерам швах, то еще кому-то швах. То есть, короче говоря, вот здесь сложность, то там сложность и так далее. То есть, это говорит о том, что уровень зависимости Украины от Запада, он существенно, то есть, уровень зависимости Украины от внешних игроков, он существенно увеличился за это время. Я думаю, вы отрицать это не можете. Но, условно говоря, если вы финансово зависите от другого человека или от группы людей, но, конечно, вы менее независимы, чем были до этого. Это же, ну, ежу понятно. Значит, соответственно, вопрос, как выходить из этого прочного круга, когда Украина просто усиливает свою зависимость от внешних игроков. Я бы не привязывался здесь к коннотации позитивной, негативной и так далее. Западная на родине у него есть тоже свои совершенно конкретные интересы. Понимаете, это интересы, скажем, ну, они сугубо утилитарного характера. Так как вернуть, собственно, в Украину управление своей судьбой? Украине управление, ну, а судьба же управляет очень просто. Если ты живешь на своей, значит, тогда ты управляешь своей судьбой. Живешь на чужие, значит, управляют тобой. Но вот как выйти из этого прочного круга? Вы ожидаете от меня ответа, которого нет. Такого ответа не существует, потому что, скажем, очень резко, это звучит, может быть, неприятно. Украина полностью, полностью зависима во всех планах от заграницы, от Запада. В военном плане, в экономическом плане, в социальном плане во всех планах зависима от заграницы. И таково положение вещей. Конечно, мы можем говорить, что вот будет проведено после войны будет проведено восстановление экономики Украины. Но вот мы толком не знаем, что такое окончание войны. Это на лицо из нашей сегодняшней беседы. Вот это раз. И я еще раз повторю еще одну неприятную правду. если бы в тот период, когда Россия была на самом деле слаба, период Ельцинской смуты, 90-е годы, когда там появились какие-то начала либеральной демократии, которая это крупнейшая ошибка Запада. Запад не поддержал тогда, не был заинтересован потому, что вообще Россия во веки веков останется такой ельциновской, смутной. Тогда была возможность ускорить подготовку Украины к присоединению или приспособлению к Западу в экономическом плане, во-первых. Это не произошло. Украина почему-то 10 лет или не больше болталась где-то позади. Зачем? Господин Майман, объясните мне. Я обвиняю украинцев. Не-не-не, вы не поняли. Зачем? Господин Майман, я не великий экономист, но я смотрю, например, на Азербайджан. Ну, к примеру, на Азербайджан. Хорошо вам не скажете, что там нефтедоллары. Ладно. Я смотрю, кстати, там сейчас больше экспортируют газ, но дело не в это. Я, давайте просто возьмем, Украина огромная, богатая страна. Но самая большая страна в Европе была по состоянию 1991 года. Даже больше Франции, как ни странно. И, собственно, вопрос очень простой. А почему необходимо было падать, ну, то есть приспосабливаться к западу, то есть подгонять всю свою экономику к западным рельсам, то есть ради чего, почему не являться, условно говоря, очень важным центром, который торгует абсолютно со всеми, и от этого богатеют люди. То есть почему необходимо, ну, почему я должен быть такой, как вы? Ну, вот я просто это не понимаю. Почему? Это элементарно просто. Потому что уже тогда, в 90-е годы, со дня падения Советского Союза, было совершенно ясно, что есть только два пути, две пути. с Западом или с Россией. Запад не представлял опасности для независимости и экономического процветания Украины. Россия всегда представляла опасность для украинской государственности. Поэтому это не был вопрос выбора. Мы не выбирали Польшу между Россией или Востоком вообще, Европой или Западом. Мы на коленях стремились в Евросоюз. Я говорил когда-то, что самое главное было отсутствие политической воли тогда в Киеве, вокруг и во всей Украине, чтобы все-таки выбрать этот правильный путь. Не знаю, не знаю. Это был путь на Запад. Господин Маймур. Это было не было сделано. Не быть историей, наверное. Господин Маймур, у меня такое ощущение, что... Можно хоть предложение тогда закончить? Да-да-да. Мы не об истории сейчас заговорили, только вот вы говорили о полной зависимости Украины от заграницы. И эту зависимость, как и все отрицательные явления, может закончить только окончание военных действий. И это не окончание военных действий, когда Украина вернется к 91-му году к своим всем границам, и когда Советский Союз, Российская Федерация получит запрет на свое ядерное оружие, или когда мечта господина Медведева и многих русских политиков будет сбываться, что будет уничтожено государство Украины, но где-то полупути. Третий раз сегодня спрашивают про горизонт, какой настоящий горизонт, когда все стороны могут сказать, что это не какой-то вялый компромисс, а что это какой-то правильный соответствующий текущий интересам всех сторон решение. Без этого мы не решим ни одного из вопросов, о которых говорили. Знаете, господин Маймур, мне кажется, что здесь мяч на поле Запада, потому что Запад же не говорит, что вот заканчивается эта история в каком-то виде. В любом случае Украина, вот, например, давайте так, в этом году летом Украина становится членом НАТО, или в следующем году летом Украина становится членом Европейского Союза. Нет. Это все Запад, Запад. Запад, от которого начали сегодня разговор, было ясно сказано, Украина не была еще никогда в своей истории так близкая Евросоюза. Послушайте, вот господин Майман, это очень все красиво звучит, конкретные дедлайны, когда Украина наступает на НАТО, Европейский Союз, вот конкретные дедлайны, потому что вот это вот, вот я эти красивые дипломатические формулировки, их очень люблю, да, но это все, знаете, вот как бы часть некой пропаганды, окей, просто я пропагандой, ну, то есть, то, что вы говорите, вот это вот очень часто можно в Украине услышать, да, но для меня это элемент некой там вот пропаганды, вы были бы очень классным украинским политиком, потому что вы очень красиво говорите, честно, вот и вы вот, вот просто вы говорите, то, что говорят украинские, ну, политики, это все замечательно, просто я занимаюсь, и я вас всех поэтому очень уважаю, приглашаю, потому что мы говорим на уровне, ну, как бы аналитики, да, поэтому вот никогда не было, да, вот так близко к НАТО, и если это хорошо, но конкретно надлайны, когда Украина наступает в НАТО, и Европейский Союз. Соответственно, у меня вопрос к вам такой, да, будет, вот вы говорите по поводу того, что была альтернатива только России, либо Европа, да, но знаете как, мне кажется, что здесь всегда любая страна должна исходить, знаете, вот более сложно смотреть на мир не в категориях, ну, вот как человек, не в категориях там белое, черное, да, и понимать, что, например, уровень, нельзя сравнить протяженность границы Украины и России и протяженность российско-польской границы. Я думаю, вы это понимаете, да, что протяженность российско-украинской границы плюс, например, Беларусь, это огромная, просто огромная, да, граница. Соответственно, Украина в тех, скажем, в той географии, в которой она находится, это не польская география, это не польская география, вы это прекрасно понимаете. Дальше, скажем, особенностью, то есть Польша исторически, Украина исторически очень сильно отличается, особенно в момент 1991 года. Вы прекрасно знаете почему. Потому что Украина это очень сложная, очень такая сложно конструированная политическая нация, которая сформировалась, то есть сформировалась многие столетия, но в некой нынешней территориальной конфигурации она сформировалась к 1991 году. И учитывая эти факторы и понимание необходимости, скажем так, развиваться исходя из этих исторических факторов, это сделано не было. Понимаете, о чем я говорю? То есть это не вариант Польши, я бы сказал. Здесь очень сложно сравнивать Украину и Польшу. Это то, что нам постоянно говорили. Но вот в этом ошибка. Когда ты идешь просто по пути рецепции чего-то опыта, ты упираешься в неудачи. Потому что, вы понимаете, есть один климат, для него характерна одна структура машины. Есть Toyota Corolla, которая идет для жарких стран, есть Toyota Corolla, которая идет для Украины, например. Потому что там климат разный. Также точно здесь политический климат другой, география другая. Исходя из этого должна быть другая политика. Поэтому ваша альтернатива Европы и России для Украины, она не работала изначально. Это просто проблема, что нам внушили, что вот такая альтернатива, единоправильность существует. Хотя Украина должна была развиваться как мощная региональная держава, которая является серьезным актором, при этом... Никак нет. Почему? Почему? Знаете, Украина находится в таком же положении, как большинство стран Центральной и Восточной Европы. Это почему? Между настоящими державами. Украина не Индия, Украина не Китай, Украина не Египет, Украина не Бразилия. Украина не в состоянии даже мечтать о том, чтобы быть региональной экономической державой Восточной Европы. Это несостоятельно. Я не говорю... Слабенькая экономическая страна, которая вышла из Советского Союза. Слабенькая, которая была сильнее Польши. Долго выходила из этой альгерархической и проклятой системы. Какая же это держава, господа? Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через Revolute. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле, это очень удобно сделать. Вот тот же самый Revolute позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Послушайте, господин Майман, вы уже как Медведев рассуждаете. Послушайте, я же еще раз, я и так не рассуждаю, как вы. Просто потому что олигархия и все, вы понимаете, если есть национальный проект строительства государства, значит, выстраивается в том числе и правильная экономика. Естественно, что когда олигархия, которая все пожирает, ну, ни к чему хорошему она не приведет. Вот я повторюсь, я фанат сейчас примера Азербайджана, потому что вижу, что небольшое государство, при этом говорит с такой страной, как Франция, буквально на равных. И не просится, не обивает пороги. Европа, примите нас. Вот примите нас. Более того, европейский правильный даже не посылает на выборы президента Азербайджана наблюдателей, потому что понимает, что где сядешь, там и слезешь. И вот эта вот политика для меня важна, понимаете, когда и Азербайджан, Азербайджан проводит собственную плохую, хорошую, но проводит собственную политику. То есть он сам хозяин своей судьбы. При том, что Азербайджан намного меньше Украины по численности населения и по территории. Понимаете, что я говорю? Если Азербайджана получилось, и Украина бы тоже получилось, понимаете? Кто угрожает реальной независимости Азербайджана? Ну вы шутите, что ли? Послушайте, 20% территории Азербайджана было оккупировано Арменией при поддержке России. Славенько Арменией. Армения, не Россия. Господин Маймай, ну послушайте. Я уважаю моего коллегу по институту президента Алиева. Глубокий поклон. Совершенно другая Азербайджана. Поздравляю его со всеми успехами последних лет. Ну вот же, Азербайджан находится в совершенно другом стратегическом и экономическом положении, чем находится в крае. Подождите, минуточку. Вы говорили на момент начала 90-х годов. Многое говорю сегодня, господа. Ну, господин, что говорите? Слишком многое говорю. Нет, господин Майман, ну просто на момент начала 90-х годов Азербайджан был полностью, ну не то чтобы разломан. Это была небогатая страна, страна, у которой была оккупирована часть территории. Оккупирована при помощи России часть территории. Более того, у Азербайджана очень сложные отношения с Ираном были. Сложные отношения с Россией, с Арменией. То есть вы зря абсолютно преуменьшаете те вызовы, с которыми столкнулся Азербайджан. Азербайджан просто сумел вывести равновесную политику. Понимаете, если бы, например, представим себе, что 10 лет назад Азербайджан сказал, мы идем в сторону Европейского Союза и НАТО. Азербайджан, кстати, не пошел в НАТО, в отличие от Турции, которая в НАТО. Потому что он понимал, что ему это не нужно, если из Турции. Вот к чему бы это привело Азербайджан? И решил бы Азербайджан свою главную цель по деоккупации Карабаха. Понимаете? Вот если бы Азербайджан навострил лыжи в Европейские Союзы и НАТО. Я вам отвечу, нет. Ну, отвечу правду, нет. Потому что у Азербайджана другая судьба, у него равновесная политика. Господин Малек, ну разве это не так? Ну что это за напад на цену? Болит спина? Болит спина, я не знаю, там, ну там, варенье. Болит сердце в варенье, инфаркт в варенье. Но вы понимаете, от всех болезней одно варенье, да? Либо одна таблетка какая-то чуть здесь. Ну, это же так не бывает. Но в каждой ситуации есть своя клиника, понимаете? Своя опись в истории болезни. А не так вот, одна пристрибция играет в НАТО, да? Это и так ясно. Но тем не менее, я честно сомневаюсь, что можно на Украину, тем более в нынешней ситуации, сравниться с Азербайджаном. По разным причинам. Ну, да с вами вещи своими именами. Там решим не очень, да, демократически, да? Там, де факто, тектатура Киана Лиевих. Вот, где, где президент назначил свою жену вецепрезидентом. И таки, таки, таки лагодки. Я надеюсь, что мы такого в Украине никогда не увидим. Я уверен, что мы никогда не увидим. Чего? 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 Чего не увидим? Лена Селенская не станет вецепрезидентом. Господин Малик, господин Малик, ну о чем вы говорите? Ну, при всем уважении и любви к вам, о чем вы говорите? Ну, в стране... Господин Малик, господин Малик, любой граждан Азербайджана может в любой момент выехать и открыты границы. В стране закончилась война, победа из страны. В стране люди, да, по-разному живут, в разных регионах по-разному. Не все регионы живут так, как живет Баку. Но дело же не в этом. Я не могу сказать вообще. Нет, ну при чем тут диктатура? Ну при чем тут диктатура? Ну какая разница? Автократия, демократия. Понимаете, вы думаете, ваша австрийская демократия лучше, чем азербайджанская автократия? Я вас прошу, господин Малик, перестаньте. Ханжинская, абсолютно ханжинская. Ханжинская европейская демократия, которая кроме ханжинства ничего не может предложить. У нас много минусов, но в всяком случае лучше, чем в азербайджане. На этом я настаиваю. Но другое, я вообще не хотел об этом. Дело в том, что азербайджане не собираются в ЕС и не собираются в НАТО. В отличие от Украины. Тут скорее всего азербайджанская позиция совпадает с австрийской. Ну, конечно, мы в ЕС и не есть, но в НАТО мы все не собираемся. Поэтому это сравнится. По-моему, азербайджан не может быть примером для Украины. А почему не может? Объясните мне. Азербайджан, как известно, тесный союзник Турции. А Турция не собирается в какие-то союзы с Украиной. Это как раз наоборот. Турция приглашает к себе представителей Хамаса. Боже мой, боже мой, боже мой. Как такое вообще возможно? Боже мой. Что именно? Турция приглашает к себе представителей Хамаса. Боже мой. Да. Боже мой. А вы не знаете об этом? Нет, я имею в виду, что здесь удивительного. Турция проводит ту политику многовекторную, которую она проводит, как любое адекватное государство. Ну, а это хорошо, вы думаете? Вы понимаете, политика не построена по принципу «хорошо-плохо». Я говорю о том, что я не смотрю, понимаете, категории «белое и черное». Понимаете, что вот те автократии, это, видите ли, западная демократия. Боже мой, западная демократия. Какое счастье. Какое счастье. Послушайте, я… А я думал, вы хотели бить с западной демократии, а не азербайджаном. Вы знаете, я хотел бы, чтобы Украина была сильным, мощным государством, от которого бы зависели процессы в мире и к которому обращались за деньгами. Вот чтобы приходили к Украине и просили денег у Украины. Я бы так хотел. Ну, этого пока не будет. Я также сомневаюсь в том, что это пока не будет. Ну, спасибо, господин Малек, спасибо. Пожалуйста. Так, все, не знаю, что еще сказать. Нет, нет, но, господин Малек, вы понимаете просто, что я имею в виду? Я говорю, при всем уважении к вашей позиции. Ну, Украина, вот Австрия замечательная, прекрасная страна, но Австрия, у нее своя география, Украина своя география. Просто говорю к тому, что, ну, нет, это же не самоцельно. Вот что такое вообще демократия? Ну, вот Венгрия демократия или нет? Вот, то есть, понимаете, вот недавно кто-то из моих гостей вот правильно сказал, что вот суп можно готовить, ну, условно говоря, там, борщ, да, либо, я не знаю, там, солянку, да, вот есть борщ, например, да, вот его можно готовить, есть 10 рецептов приготовления борща, есть 10 форм демократии, 10, ну, реальных форм демократии, примеров демократии, есть австрийская демократия, есть фенгерская, есть польская. Ну, сама по себе демократия – это не самоцель, это инструмент. В зависимости от того, какие условия, какая география, да, мы, соответственно, выстраиваем вот ту систему, которая наиболее эффективна для страны, я об этом говорю, понимаете? Ну, нельзя, нельзя вот слепо, тупо просто так копировать что-то, потому что никогда не будет результата, понимаете? Евгений, есть что у вас добавить? Да, потому что я бескуражил господина Малека своих. Да, да, ну, вы знаете, просто ничего нового, не изобрели ничего лучше демократии, если выбирать все-таки между диктатурой и демократией, я считаю, все-таки при всем том, что в демократии масса недостатков, масса вот этих, как это сказать, таких проблемных зон, и мы видим по некоторым примерам, что можно просто, народ может обмануться и выбрать не того, кого надо, так что здесь нет никаких рецептов, но все-таки давайте что-нибудь, вот придумайте что-нибудь в Украине, какую-то новую систему, не демократию, не диктатуру, а что-нибудь третий, как вы говорите, путь, и мы посмотрим, как это, куда это пойдет, но если серьезно говорить, это все очень проблематично, потому что, вот вы, Азербайджан, привели пример, мы знаем, что, например, действительно, Азербайджан с Турцией дружит, а Америка не дружит с Азербайджаном, Америка защищает, например, Армению, она на той стороне, то есть тут у всех разные совершенно подходы, и та же Украина действительно не должна была идти вот тупо, вот как вы говорите, по этим лекалам, но, так как ничего другого сейчас нет, на данный момент, мне кажется, все-таки нужно к западу стремиться, к западной демократии, но, опять же, есть какой-то менталитет, есть какие-то местные условия, поэтому вот тупого, как вы говорите, копировать не надо, брать на вооружение и как-то адаптировать к данным, ну, знаете, как вот сериал, берется какой-то, и все равно он адаптируется к данной стране, потому что нельзя вот взять турецкий сериал и перенести его полностью, да, на какую-то украинскую, так сказать, действительность, будет смешно, почему этого героя зовут какое-то там, не знаю, какое-нибудь турецкое имя, поэтому нужно смотреть, что подходит, что не подходит и делать коррекцию уже по коду пьесы, так сказать. Господин Малик у нас исчез. Господин Малик, вы где? Потерялся. Ищи демократии. Мы его деморализовали. Да, ну, я не хотел деморализовывать ни в том случае господина Малика, просто я, знаете, как вот, ну, я понимаю, что с Вены, с Варшавы, ну, смотрится по одному, у меня немножко другой угол зрения, понимаете, потому что, ну, Украина-то все это переживает, Украина теряет людей, гибнут люди, вот, когда ты видишь там инвалидов, когда ты, это же все отдельные судьбы, это же не статистика, вы понимаете, вот, ну, как бы, это все отдельные судьбы, это не статистика, я бы это сформулировал так, я не хочу попадать в популизм, но, на мой взгляд, нужно всегда понимать, ну, то есть, какая главная задача, главная задача, это действительно, ну, там, строительство сильного государства. В рамках той географии, которая дана, вы понимаете, вот у человека есть, ну, вот, скажем, возьмем вот Литву, например, да, вот у Литвы хорошая очень география, но при этом Литва небольшое государство, да, то есть, например, вот, знаете, вот есть всегда компромисс, вот, например, человек может быть умным, но при этом он может быть абсолютно неспортивным, либо спортивным качком, но при этом дурным, как пробка, да, то есть, вот, не бывает, чтобы все было дыно, да, вот, чтобы вот Украине огромное население, да, было дыно, огромная территория, то есть, при этом сложная география, вызванная Россией, да, огромной протяженностью границ с Россией, истории и так далее. Но это же нужно учитывать. Если мы говорим о необходимости избежать российскую агрессию, сохранить свою географию и увеличить свое население, то есть стать сильным государством, сильнее государством, чем мы есть на момент 90-го года, как сделала Польша, например. Но по-своему я имею в виду не копировать Польшу, а просто по-своему. Значит, нужно было принимать другой комплекс действия, а не приходить как Ющенко. Мы пойдем вот так же, как наши браты-поляки. Я это хорошо помню. Это президент, это банкир, это экономист, это план. Ну что это за план? Идти вот в сторону Польши. Ну я не понимаю этого. Честно, я не понимаю этого. Господин Майман, разве это не так? Господин Малик, возвращайтесь, пожалуйста. Знаете, если можно, потому что это вообще новый сюжет для нашей следующей беседы, я не представляю себе никакого третьего украинского пути. Другого, чем или западный или российский, это возможно, конечно, идти российским путем. И поддерживать связь с Россией, как это было многие годы на Украине. Ну вот, то, что вы предлагаете, это то, что будет какая-то Украина, которая будет региональной державой, ни с Западом, ни с Россией, а еще к тому, даете нам пример Азербайджана, я там раз в сорок был в течение последних лет в командировке. Я очень уважаю их достижения, но никогда в жизни не скажу, что это демократия. Это диктатура. Успешная диктатура, вас слава Богу. Поэтому, если бы кто-то в Украине задумал о таком общественном политическом строе, как в Азербайджане, должен как-то перенести эту страну из Европы. Украину, я имею в виду. Я понимаю все эти рассуждения на то, на этот счет, что существует какой-то третий украинский путь, что Украина это потенциальная держава, потому что она имеет большие населения, 2-3 моря. Это же нереально. Это же нереально. Если говорить о каком-либо успехе Украины в войне и, дай Бог, скоро после войны, это только не по польскому примеру, потому что это не польский пример. Мы не придумали Евросоюз, мы не придумали свободный рынок, мы не придумали демократию, хотя, может быть, демократию придумали. Это просто пример большинства западных стран. И если Украина решила поздновато, но все-таки идти, дан приказ ему на запад, идти на запад, это правильное решение. Что касается строя, вы затронули очень опасный вопрос, не потому что это был пример Азербайджана. вот в условиях войны усиливаются тенденции ограничения демократов в любой стране, или передачи власти в руки всяких стромных воинов, сильных людей. Это когда-то назвал бонапартизмом. И такие тенденции могут появиться или уже появились в Украине. И вот где-то опасность. А мечты о том, что Украина это держава, которая не зависит от никого и плывет где-то в воздухе между Китаем и Делией, это уж не так опасно. Нет, смотрите, господин Маймон, вы понимаете, я против того, чтобы мы рассматривали. Вы понимаете, политика, она же это дипломатия, она на той и как бы на той наука, что она не предполагает прямолинейности. Мы идем либо туда, либо мы идем туда. Нет. Что значит свой путь? Это когда Украина на момент 1990 года для себя решает. Мы же изначально были внеблоком государством. Для себя решает. Украина смотрит. Европейский Союз, у нас особая география, которая влияет и на отношение к нам со стороны Европейского Союза. Окей, мы не Польша. Значит, наши преимущества какие? Например, не будем перечислять огромное преимущество Украины, выход к морям, недра, земля, огромные заводы, огромное производство и так далее, профессиональное население, большая армия и так далее. Естественно, мы для себя решаем. Еще раз, я говорю про 90-й год, если мы смотрим в историю. Мы для себя решаем все. Мы не идем, например, в Европу, мы строим у себя просто государство для людей со свободным рынком, с экономической активностью, мы подписываем зону свободной торговли с Европейским Союзом, еще какие-то зоны свободной торговли. Мы стараемся расширять спектр нашего партнерства. Мы ни с кем не конфликтуем, но вместе с тем каждый из тех, кто вокруг нас, считает нас своим. И все. Вот это я называю третьим путем. То есть примитивно говоря, но третий путь это когда ты не бежишь в чьей-то команде, тем более понимая, что либо та, либо другая команда тебя готова по ходу пьесы предать, либо поставить свои интересы выше твоих, а ты делаешь так, чтобы от тебя зависели. То есть ты выстраиваешь взаимозависимые позиции, понимаете, вот в дипломатии, когда от тебя зависят, когда и чем больше акторов, от тебя зависит, тем шире у тебя палитра возможностей. Я вот так на это смотрю, понимаете. Потому что получилось сейчас, что Украина полностью впала в зависимость от Запада. И это правда. И это будет на многие годы. А извините, знаете как, вот бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И мы прекрасно знаем, о чем мы говорим. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Давайте отбросим все эти сказки про то, как Запад хочет прекрасного будущего для Украины. У Запада совершенно конкретный интерес применен к Украине. И они не только лежат в геополитической плоскости. Вы понимаете, о чем я говорю. И что происходит по факту. Поэтому вот в этом проблема, понимаете, вот в этом проблема, что давление было усилено, роль Запада, она была усилена. И, соответственно, ну вот получилось, как получилось. Господин Малик, я вот вас просто перебил, выбил из колеи, вот ваша завершающая тогда вот реплика эту дискуссию. Ну, разве это не так? Просто вот свой путь, свой путь такого сильного, регионального игрока, который взаимодействует со всеми, исходя из своей географии. И не тешит себя никакими иллюзиями, а живет абсолютной реальностью. Вот просто вот реальностью и понимает, что наша украинская география, это уже наше огромное преимущество. И любая европейская страна хотела бы быть такой большой, как Украина, но ей не повезло. А вот нам Украине повезло, мы такие большие, и вот у нас есть выход к двум морям, хотя у кого-то вообще нет выхода к морю. То есть есть же куча преимуществ, от зависимости, как посмотришь. Либо мы такие несчастные, и вот мы хотим в Европу, нас не берут, либо наоборот, мы такие особенные, что многие в Европе нам могут даже позавидовать. Это же две разные философии жизни. Господин Малик, ваша завершающая реплика, потому что мы идем на рекорд при длительности передачи, да. Ну, я не думаю, что вам повезло, потому что, ну, да, прощается она, но у вас все-таки есть сосед, с которым трудно, и который превосходит вас еще в отношении территории, количестве населения и экономического и так далее. Поэтому я не думаю, что вам сейчас многие в Западной Европе соведают, и в Австрии точно никто не соведает. Это в этом я совершенно верно, и в других странах Западной Европы тоже вряд ли. Ну, сейчас да, но, господин Малик, ну, простите, но я думаю, что многие страны Европы на момент 90-го года хотели бы иметь такую же географию, как Украина, имею в виду выход до моря, такие количества территорий. Это же территория, это же все ресурсы для государства. То есть, вы понимаете, ну, Украина имела намного больше, чем, ну, скажем, могла бы мечтать практически каждая страна, входящая в Европейский Союз, разве не так? Ну, ну, хорошо, даже если так, мне факт остается фактом, что у вас есть сосед, который считает всю вашу страну, всю вашу территорию своей. Вот, и у нас такой проблемы нет. Вообще в Западной Европе нет такой проблемы. Германия не считает Австрию своей территории. Такое у нас было, мы знаем, что это такое, но, к счастью, этого нет уже давно. А Франция не считает Бельгию своей территории и так далее. Это не такое. Да, поэтому нравится, не нравится, вам никто не советует. это совершенно точно. Ну что же, уважаемые зрители, мы пошли на рекорд, вот как раз час, сколько мы вообще пишем, я не знаю, по-моему, час, час пятьдесят, час пятьдесят, ну, это прямо рекорд, посмотрим, как раз, думаю, зрителям понравятся эти наши горячие дебаты. Всех уважаю, всех ценю, спасибо большое, коллеги, спасибо большое, господин Малик за интервью, независимый политолог из Австрии, Евгений Кудрич, журналист из Германии и, конечно, наш дорогой господин Майман, заместитель директора Института по безопасности Европе, который сорок раз был в Азербайджане за последние несколько лет. Спасибо большое, коллеги, за это интервью, спасибо зрителям, что смотрели нас так долго, было интересно, спасибо. До свидания.